В жизни пенсионера Александра Адамовича заготовка топлива на зиму едва ли не самое значимое бытовое событие, от которого зависит, будет ли в его жилье тепло в стужу. Этот вопрос, как полагается, пенчанин старается решить заранее, а привезённая дрова и торфабрикет убрать на хранение побыстрее. Помощь в этом, конечно, оказывают родные и близкие, но не против подсобить и волонтёры, участники движения «Доброе сердце» под эгидой городской организации Белорусский республиканский союз молодёжи. В этот раз на выручку пенсионеру пришли военнослужащие пинского пограничного отряда. В прошлом году с дровами помогали сотрудники МЧС. И это не единственные в пинске люди, не безразличные к трудностям инвалида второй группы. Обращался, особенно у меня территориальный центр, очень женщина хорошая, там директор и люди. Помощь давали мне и кое-что сделали, там плиту. Так как квартиру я не получил, они мне сделали, провели воду, провели канализацию и прочее. Пока был здоров Александр Евгеньевич и заготовкой топлива на зиму занимался, и с другими проблемами справлялся сам. Сейчас же 79-летнему одиноко проживающему пенсионеру, у которого жены нет и единственный сын погиб в Афганистане, делать это трудно. Он работал всю жизнь, не сочковал, работал на ответственных должностях. Я считаю, что человек на восьмом десятке жизни и жить, как говорится, в таких неудобствах, ему тяжко, ему трудно, потому что у него больные почки, больное сердце. Александр Евгеньевич очень признателен тем, кто ему помогает. Отплатить в этом случае может только добрым словом, которое порой дороже денег. Очень-очень я благодарен, это люди с чистой совестью. Он очень часто рассказывает, что и в том году с МЧС были. Он очень обязан и благодарен этим людям, которые относятся с душой к инвалиду, к ветерану. И спасибо им большое. Скольким людям, нуждающимся в заботе, как Александр Адамович, активисты движения «Доброе сердце», подарили свою заботу, счет не ведется. Наверняка их немало. Как немало в нашем обществе и тех, кто способен протянуть руку помощи. Это не обязанность, это понимание, скажем так, хорошее, доброе человеческое отношение каждого из нас. Это доброе дело. И мы никого никогда не заставляем. Мы всегда просим и всегда отзываются оказать какую-то помощь. То есть это никогда не идет со злом, всегда только с добром. Движение «Доброе сердце» – не единственное мероприятие, призванное позаботиться о ближних. 30 сентября активисты Белорусского союза молодежи проведут акцию «Мы помогаем пожилым людям», название которой говорит само за себя.